когда желудь спел его каждая свинья слопает у нас теперь новый обзор и мы взяли компаньона дабы ну больше себе набирать подписчиков ну что ребята я как этот как мать тереза но надо же водить новые ну эти новую изюминку наш обзоры вы не смотрите нихера наши обзоры вот буду теперь скотом вам рассказывать о машине ну никто еще такого не показывал сегодня у нас skoda octavia 1.8 турбированный двигатель купили за 120 тысяч рублей купили за 120 тысяч рублей короче все начиналось с того что мы за 160 она была на продаже и 40 тысяч рублей в течение четырех дней мы пытались выторговать эту машину в итоге ну хозяин машины очень долго выделывался выделался но видимо у него никто не покупал из-за тех ошибок которые мы нашли короче при выборе этого автомобиля ну мы же энтузиасты да мы что-то любим вот эта херня пострадать взять там отремонтировать туда-сюда короче не работала генератор автогена в силу своей скупости сам менял этот генератор чистил дроссельную заслонку ну короче не об этом в итоге мы получили за 120 тысяч skoda octavia 1.8 turbo за 120 тысяч рублей выдрали эту тачку 2002 год не знаешь сказать вам по комплектации наверное самое обычное ну может быть и максимально это короче комплектация elegance не знаю что включает нее но в принципе опции нормальные для 2002 года хотя опять же мне кажется что получая ну skoda octavia skoda superb volkswagen passat мы получаем все абсолютно одно и то же без разницы они все абсолютно похожи мне кажется все похожи по своей комплектации по своей аудио короче что могу сказать про эту машину мягкая комфортная очень известная начинка нормальная ты меня снимай я людям машину рассказываю короче на машина начинка нормальная на 2002 года тачка супер в принципе ну как в принципе она нам очень известная да давайте начнем с того что она нам очень известна мы ее знаем мы знаем всю эту начинку этой машины все банально просто простой банальный двигатель стоит одна и та же коробка что у всех вагов то есть в принципе ты получаешь и volkswagen и skoda и octavia и супер и так далее то есть множество машин все сделано по одному типу поэтому поэтому учет его короче и как я говорю вам что в целом мы получаем одну и ту же машину то есть я не знаю что ее любить за что за дизайн дизайн мне не очень если честно задняя часть машины конечно принципе интересно сделано а передняя часть конечно все как-то уже устарелая банально если взять супер я лучше бы супер взял но опять же если коснемся супер по октаве это бизнес-класс супер по октаве ниже было классно тачки написано ребенок в машине учитывая что мы возим кота нам можно было уже смело написать что этот код в машине ладно короче собственно о машине вы сильно много наверное сейчас на моего кота посмотрели тут вот чтоб вы не заглазили гадюки короче чё хочу рассказать компания skoda начала производство этих автомобилей с 90-х годов конкретно такая октавия появилась 99 наверно девяносто восьмого а может и девяносто седьмого года поправьте меня было до рестайлинговой версии прошло буквально три года и появилась рестайлинговая версия с 2000 2000 года и что самое интересное в этой машине что с 2000 года она появилась и по 2011 год хотя было меж рестайлинговая была а 5 это модель а4 есть а 5 шкода октавия которая была совсем другом интересном аптекаймон дизайне который производился с 2004 или 2006 года но там были то есть она как-то выпускалась в параллели то ли она выпускалась для разных рынков я не могу понять но почему-то когда при выборе запчастей когда у меня стал вопрос приобретение запчастей почему-то удивился почему эта машина вот так и вот так вот все это показалось то есть 2000 с 99 года по 2011 выпускались эти тачки параллельно выпускался совершенно новый красивый дизайн выпускались другие машины это мне необъяснимо что касаемо дизайна чем отличает вообще меня skoda октавия супер volkswagen passat да ничем в принципе ничем passat это тот же супер skoda октавия октавия это тот же супер тот же пасад все тоже только у октавии есть на пожалуй одно отличие ну на мой личный взгляд это то что она идет лифтбэк вот один большой плюс за что я дам это ты хера тут забыла блять шестяной а уже и сюда залез короче чем не нравится в этот раз что здесь реально крутой огромный багажник вот это ей не так и здесь вообще раскладывается сиденья полностью здесь ты можешь проводить интимную жизнь ездить в походы складывать и возить шуфонеры чемодан можно котов штук 300 сюда взять засунуть короче у тебя будет огромное количество котов короче и в этом плане все круто вот наверное пожалуй один единственный плюс skoda октавии ну который показался на мой взгляд потому что двигатель всем знакомым и коробка всем знакомым подвеска фольксвагеновская и так далее все в принципе очень банально просто и проверено я думаю что skoda октавии зачастую берут из-за того что ну как бы она очень проверено себя вызывает эта тачка и как бы к ней нет нареканий она достаточно надежная и видимо это будет все время народный автомобиль премиум класс я не скажу что это дешевая тачка была для 2002 года ценовая политика до сегодняшнего дня абсолютно абсурдная что я когда начал смотреть если 120 тысяч купил думать сколько автогиена заработать конечно не буду вот это там нарабатывать 7 миллиарда но я смотрел люди вообще они кто-то выкладывают для того чтобы ну просто концы свести с этой машиной до конца своей дни уже 350 тысяч это не нормально ее продавать вот ну средняя цена тоже огромная 200 тысяч 250 тысяч за что вот хера ты вылез не твоя очередь от вести обзор короче вот такие вот дела что касаемо тачи 2 скажи хоть слова пацанам за обзор как те тачка комфортная нет я не буду ездить на этой машине потому что она маленький некрасивый но большой багажник все снимай меня хватит на зоопарк тут устроен салону перейдем позже потому что если открыть сейчас салон мы можем выпустить кота чтобы не выпускать кота салон покажем чуть-чуть позже так сейчас надо аккуратно открыть дверь потому что это кошачья мышь двигателя может вылезти код здесь все просто 18 turbo 20 20 вольт короче 20 клапанный мотор 18 turbo 150 лошадок все очень коррект классический опять же skoda супер volkswagen passat volkswagen bora все в те годы делать в одном и том же но есть очень интересная особенность это то что у skoda супер 18 turbo с новой технологией tsi которую они якобы сделали да ну и пасса cc которые ездят ну все-таки да есть вот эта отличительность что ну либо здесь конечно уже а-ля бирды двигателя ну турбина насыпает туда-сюда это понятно но мы заметно отличие ну то есть я считаю что современных двигателях 1.8 turbo вот взять шкода там супер по саду cc вообще великолепно и больше двигателя не надо на 3 литра все 18 turbo вот так вот хватает за глаза я всегда всем будет товарищи 18 не интересно 2 литра не интересно а вот 2 литра turbo 18 turbo интересно это я считаю средняя золотая середина которая должна быть при выборе мотор и все и полезно что здесь у нас все тоже skoda auto вот здесь либо skoda либо volkswagen все одно и то же летели все одно и то же одни и те же бачки 1 и даже всяким вот всякими не знаю ну вот так вот закрываем аккуратно кота не зона или врачи кота хозяйка не даст на силу господин барон мы можно здесь обзор снимем кот дает добро нас сзади места маловато тебе нормально все по месту или как он короче ничего не базарит походу ему нормально в целом в целом многие люди жалуются что вместо мало сейчас мы проверим пассажир справа слушайте да в принципе и сзади нормальное место конечно если взять супер но опять же багажник меньше это бой все все очень просто сзади место нормально можно посадить себя вот здесь мы делаем кота человека сзади барон с ними все разбороны сзади барон сидит чё еще надо то есть здесь классника потолок нормально относительно если ты высокий невысокий человек расскажи людям как тебе машина короче съемки идут очень опасно если не закрыть дверь есть шанс что мы потеряем одного зверя короче что касаемо внутренней отделки и здесь опять все банально опять ты сел volkswagen опять ты сел пассат пола в джету гольф все что было в тех годах а ты садишься в одно и то же единственное здесь деревянная обработка но опять же мы имеем вот этот позитроник климатроник что единственное по раз да это вот качественная вот отделка элеганс комплектация походу дарит нам незабываемые впечатления от деревянной обработки поэтому что мы хочу сказать на мой взгляд эта машина делится на два типа семейная нет точнее не так хочу сказать следующее что данная машина относится к выбору семейных людей ну то есть я считаю это семейная тачка если молодежный вариант то я бы взял наверно пассат обычный классический b5 b5 плюс лучше конечно плюс дает будем считать что это b5 но это семейный вариант b5 плюс это молодежный ты получишь все тоже только здесь лифтбэк и ну так более по семейному скромно хотя в принципе когда ты садишься фольксваген пассат и получишь все тоже в салоне да но здесь лифтбэк поэтому для перемещения семей семейные лучшие ну и коробка конечно здесь 18 turbo на пассат немножко постарались они уже засунули ну там 5 шпи 19 стоит а здесь ныне забыл я этот марку если честно ну потом может быть дополнится вспомню то здесь нет тип троника хотя по сути он и на хрен не нужен все равно не будешь играть в этот спорт как бы 18 turbo тебя хватает можно и погоняться можно на трассе сделать все дела но тем не менее это не тот спорт поэтому этой коробке достаточно поэтому я отношу что компания volkswagen октаве короче skoda октаве на меня спали skoda октаве короче это и более семейного вот это ткань мне не нравится вот эти полоски знаете что мне напоминает в американских мультиках вот эти матрасы носили те уголовники тюремные и форма у них была полосатая как будто бы это с американских зэков сняли и нашили на вот эти сиденья но честное слово но так что подлокотничек есть один подстаканчик худо-бедный есть климатроник есть пепельницу здрасте вот пожалуйста монета вон это мы уже купили за 400 рублей сам экономичный хозяин попался тотальный жоп покажи на пол этот еврейский мальчик даже коврики забрал ребята я не думал что я сталкивался когда-то с этим давно давно у себя на родине когда мы занимались машинами там можно было копейку вас купить и торговаться на то чтобы из коврики не забрал с машины вот ну там сколько денег уступит но здесь но он мне сказал что я якобы их на мойке забыл можно было бы ему поверить но когда я спросил где зимняя резина он сказал то она потерялась а потом я посмотрел что этот товарищ продает и зимнюю резину на этом у себя на сайте то есть машина и зимняя резина ну короче приврал от выдрал все что тут было но дабы отбиться как же так за 120 шкоду отдал не знаю дорого недорого но прежде чем ее покупать я опирался ну а над исходя цены честно сказать никогда не было этой октаве ну как-то они не вылазили мне потому что всегда когда я смотрел они всегда вылазили за какие-то космические что за космические деньги не стоит убрать если в хорошем состоянии я думаю что они очень надежны эти машины качественные некачественные в того в те года было все качественно но в принципе ты получаешь одну и ту же компанию вар что отличается но только дизайна все отличается начинки все абсолютно практически тоже я так считаю может я в чем-то ошибаюсь естественно можете меня поправить написать комментарии и так далее а так в целом в целом прикольная тачка если 150 тысяч я бы ее взял если вы хотите хорошую семейную машину чтобы особо не доставляла труба да а эта машина не будет доставлять тебе труда потому что ну 150 короче не хотите чтобы эта машина доставляла вам особого труда она не будет доставлять труда потому что куча запчастей есть на разборках в обслуживании она не такая дорогая в принципе запчастей аналогов в миллионы миллиард поэтому семейная тачка до молодежная я вниз диски натрешь мне потом пороги пойдешь делать куда тебя хер подел волос диски давай натирай я за тебя это делать не буду я пороги покрасил дефлектор одел фары на полировал ну ладно одну фару ты полировал давай диски натирай я значит машину нахожу для да да пороги делаю я вчера покрасил пороги я боковые двери покрасил я ржавчину убрал я ты что сделал одну фару на полировал я тебя спрашивала сделай давай давай полируем эти диски мы с тобой как говорим она не будет нет вот так и живем просила это все сделать тряпкой хоть на 3 нет резину я уже протер некоторые мифы о том что если ты купил машину а на машине висят штрафы то ее невозможно поставить на учет он такой бред сказал в идее такое видели где такое читали если конечно эти штрафы переданы федеральной службой федерации судебных приставов да когда уже наложены ограничения это да если на хозяине хоть 100 тысяч висит но ни копейки еще не передано судебным приставам и тачка не в запрете то ты можешь ее ставить смело но желательно побыстрее пока приставы не поставили ее на запрет второй миф как мне говорят трещина на лобовом стекле на учет не поставят дом такой бред сказал есть да не распознавание обзора и так далее но как правило никто на это не смотрит есть еще такой миф не поставят на учет из-за смены двигателя из-за смены двигателя не поставят тогда когда ты у тебя 18 а ты туда себе 5 литровый от танка мт-74 засунул и хочешь ездить вот тогда да это изменение в конструкции а когда ты меняешь 18 на 18 по законодательству российской федерации это д в с двигатель внутреннего сгорания это запчасть поэтому смена ее абсолютно безопасно вы просто я удивляюсь многим товарищем которые когда вы покупаете машину вы не то он не на то смотрите вообще товарищи ну как не на то ты посмотрел движок нормальный вин проверил все гудбай ты лучше проверь нету судебных приставов там каких-то запретов если нету то все штрафы остаются на прежнем собственном чаще нервничать и в своей жизни птс оригинал или дубликат как у меня да какая хер разница какой если ты покупаешь тачку за 100000 да он передубликат может быть его уже теряли срали и так далее как мне говорят какой-то мне котях был вене по 96 или 7 года не в залоге кто ее в залог возьмет ты чё кто доехать я сам дам денег чтоб ее у меня забрали на я продавал за 45 здрасте машина не в залоге и от представляет какая-то ты кончал как один мне недавно звонить машину продаете черетига да продаю вот жене хочу сейчас вот паса хорошая машина да хорошая но давайте я вам перезвоню перезванивает меня буквально через две минуты а но извините жена сказала не понравилось ей машину я так нахуй ты мне звонил вообще мне все равно лучше твоя вся интимная жизнь может ты мне позвонишь следующий раз скажи извините жена не дала поэтому машину не будем выбирать исходя из этой всей ситуации мы не будем брать машину ребят не доставайте такими конченными вопросами людей когда вы хотите себе выбрать мы и вы же видели я вам показывал немножко покрасили взяли шпаклевали не шпаклевать не шпаклевал просто покрасил сделал более-менее красивый переход и согласитесь теперь нормально смотрится на вот такой я еще полирну это сделать сильно не приближай а то косяки будут видно пусть люди не видят косяков думают что я идеальный маляк но вот поменял генератор автогиена почистил дроссельную заслоночку поменял датчик давления масла кстати очень немаловажный факт и вы всегда обращайте внимание когда ты покупаешь тачку и у тебя просто мигает маслён вот а пи 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 чаще всего я заметил на ваговских тачках если она мигает что типа у тебя масла нет проверь щуп если щуп проверил и все ок это дело в масле в дело в датчике меняйте датчик желательно на оригинальный он дольше всего проходит очень много брал вагов и постоянно вот такая проблема с этими датчиками она мигает дело другое когда у тебя обороты держит там 700 600 падает начинает гореть масленка и ты когда даешь оборота масленка пропадает вот этот страшнее это свидетельствует о том что у тебя нету давления в картере ну то есть масляный насос не качает масло системе нету компрессии ну компрессия есть естественно не масло не циркулирует как ему надо и поэтому ну все жди этот провернувшийся клапа вкладыша в двигатель все следите за своими машинами не попадайтесь на мошенников нихуесости перекупов вот это вот желательно не надо точность тик токи мне там все сущность перекупа конечно если ты ленивый член блять сука не можешь пойти помыть себе машину свою на продажу сфотографировать или хотя бы зайти на авито или автору посмотреть как перекупы фотографируют свои тачки когда ты за рыганую обрыгался пьяны на этой в этой машине так и сфотографировал выложил на продаж и все а потом ты лишь сущность перекупов сучая перекупы за тебя ленивый член взяли это все помыли почистили и продали другим людям никто не виноват и никто никому не запрещает смотреть досконально эту машину посмотрел не понравилось ушел какая разница у кого ты берешь просто что минус перекупа в том что особо нечего рассказать ну кроме такого как я я всегда чё расскажу все что меняли все что сделали мне самого интересно всегда это знаю и всегда интересно потому что я не хочу никогда чтобы меня машина вломила пока я ей торгую бывает что неделю две торгула 2 день все подписывайтесь ставьте лайки на пирожок Субтитры сделал DimaTorzok